Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня понедельник, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию для нашего внимательного рассмотрения отрывок из Второго Послания Святого Апостола Павла Коринфяна, глава 8, стихи 7 по 15. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. А как вы изобилуете всем, веруя словом и познанием, и всяким усердием и любовью вашей к нам, так изобилуете и сею добродетелью. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и в вашей любви. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Я даю на это совет, ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали того еще с прошедшего года. Совершите же теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то и исполнено было по достатку. Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток в восполнении их недостатка. А после их избыток в восполнении вашего недостатка, чтобы была равномерность, как написано. Кто собрал много, не имел лишнего, и кто мало, не имел недостатка. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня понедельник, и сегодня день отдания праздника Успения Пресвятой Владычице нашей Богородицы. Поздравляю вас с этим событием, с этим праздником. Многие двунадесятые праздники имеют длительный период предпраства и попраства. Только вход Господень в Иерусалим не имеет предпраства и попраства. Это праздник двунадесятый одного дня. И сегодня по уставу за богослужением читается два отрывка из Священного Писания, из апостольских посланий, так называемый «Богослужебный апостол». Одно из посланий сегодняшних – это привычное нам богородичное послание, послание к филиппийцам святого апостола Павла. Текст мы читали с вами и в праздник Успения, и в другие дни богородичные. Мы тоже читаем этот отрывок. Он довольно-таки часто в течение года читается за богослужением. Поэтому сегодня мы акцентируем наше с вами внимание на втором послании святого апостола Павла к Коринфянам, ибо это рядовое чтение, положенное в этот день. Итак, о чем же говорит сегодня апостол Павел? Если взять в целом проблематику сегодняшнего отрывка, она о пожертвованиях. Дело в том, что одним из повелений Иерусалимского собора, на котором присутствовал апостол Павел, о котором мы с вами знаем и читаем из книги «Деяния святых апостолов», там было поставлено, кроме других постановлений, сказано апостолу Павлу, чтобы он не забывал святых. Что такое не забывать святых? Это значит, что апостол Павел, путешествуя по языческим странам, не должен забывать помогать христианам из Иерусалима. После гонений, которые начались после побиения камнями архидиакона Стефана, на церковь многие бежали из Иерусалима, но много христиан там и осталось. И они оказались в очень затруднительном положении – финансовом, социальном, физическом. Их не принимали на работу, они претерпевали различные скорби, притеснения со стороны иудействующих собратьев, по крови имеется в виду. И им было действительно тяжело. Тяжело именно в материальном плане. И апостол Павел старался не забывать этого повеления, этого наказа соборного. И всегда собирал милостыню в пользу тех святых. Мы знаем, что в начале христиан называли святыми, как некая отделенная часть из ряда общих предметов. Они выделены были своей верой во Христа, поэтому святые. И апостол старался не забывать святых. Сегодняшний отрывок, он как раз-таки о том, как апостол Павел исполнял это повеление. Поэтому мы видим взаимосвязь двух книг, написанных разными авторами двух книг Нового Завета. Что без сомнения, что апостол Павел является автором послания Каримфина, а вот книга Деянина написана другим автором, евангелистом, идеописателем Лукой. И вот мы видим эту связь между книгами, написанной в разное время, в разных местах, разными людьми, но которые знали друг друга. Соответственно, обращаясь к Каримфинам, уже давайте посмотрим на текст, апостол говорит о том, что они изобилуют различными дарами. Эта мысль в разных вариациях, в разных контекстах встречается у апостола Павла в послании к Каримфинам, что в первом, так и во втором. И что мы читаем? «И как вы изобилуете всем, чем всем, верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашей к нам». Действительно, апостол Павел не лукавит и говорит о том, что эти дары, а это действительно дары благодати Святого Духа, они присутствуют в Каримфинах. «Так изобилуете и сей добродетелю». Присовокупляет он эту добродетель к череде плодов действия Духа Святого в человеке. И вот что говорит апостол Павел, заметьте. «Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и в вашей любви». Апостол Павел не может и не хочет повелевать, не хочет командовать, не хочет заставлять Каримфин, жертвовать. Нет никакого насилия над волей человеческой. Апостол Павел убеждает, предлагает сделать некий выбор в том, и здесь нет манипуляции. Он не говорит о том, что если вы сделаете другой выбор, вы будете великими грешниками и так далее. Он не манипулирует Каримфинами. Он говорит, что «посмотрите, как другие трудятся на этом же поприще». Он предлагает не свой, а пример других людей, которые находятся в еще больше тяжелом положении, нежели находятся в Каримфине. Например, та же Македонская церковь. Апостол Павел, у них с апостолом Павлом были очень тесные такие отношения, очень семейные. И он приводит им в пример их, Каримфинам, и говорит «усердием других испытываю искренность и в вашей любви». То есть, сделайте некий поступок, сделайте дело. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетой». Какой прекрасный пример. «Господь добровольно ограничил свою власть, свою волю, воплотился, став человеком, подобным нам во всем, кроме греха. Воспринял на себя ограничивающие неукоризненные страсти». То есть, Он испытывал голод, жажду, как и все мы. Нужду, хотел пить. Соответственно, Он обнищал ради нас. «Дабы мы обогатились Его нищетой. Благодаря Его нищете нам стал открыт доступ в чертоги царские, в чертоги Отца Небесного. Я даю на это совет». Опять же таки, видите, Он не повелевает, Он дает совет. «Ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали того еще с прошедшего года». То есть, Он знает, что они хотели поучаствовать, помочь. «Совершить же теперь самое дело, не только желание, не только слова, но и само дело. Дабы чего усердно желали, то и исполнено было по достатку». Важное замечание. По достатку. Не нужно делать это сверх меры. Не нужно широких жестов в, скажем так, унижая свое достоинство, унижая своих ближних, то есть в ущерб себе и своим ближним. А чедрот нужно давать. «Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть». Вот что говорит апостол Павел, призывая, как написано, «Кто собрал много, не имел лишнего, а кто мало, не имел недостатка». Справедливость. И восполнение недостатка ближнего. Вот к чему мы должны стремиться. Не укоризненный укор другого в его слабости, в его бедности, в его нужде, а помощь по силам. И смотрится не то, сколько ты дал, а смотрится, как сказал апостол Павел, «принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, кто что не имеет». Поэтому жертвуйте именно от щедрот своих, а не чужих. Не смотрите на других, смотрите на себя и жертвуйте то, что можете пожертвовать. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем молиться и не унывать. Будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. Когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье без. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»